Северная Осетия 800 наименований сельскохозяйственной продукции в этом году в экспозиции «Впервые рыба», за которую Северная Осетия получила золотую медаль престижного форума. Какой посыл несем мы нашей благотворительной акции? Это чтобы больше людей задумались о своем здоровье. Выявить недуг на ранней стадии и победить болезнь во Владикавказе провели благотворительную акцию «Сильнее, чем рак». За несколько часов обследования прошли порядка тысячи женщин. В школе всегда легко давались математические задания, после чего я начала глубже ее изучать. Отличные возможности для этого есть в Республиканском физико-математическом лицее. В учебном заведении есть все возможности не только для изучения математики, но и других точных наук. Созданы здесь и условия для проживания талантливых ребят. В Москве завершилась всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». Она проходила четыре дня на ВДНХ. Сельскохозяйственный форум в 21 раз собрал участников и гостей. Северная Осетия в числе российских и зарубежных сельхозпредприятий тоже развернула свою уникальную площадку. В этом году Республика представила 800 наименований продукции 75 ведущих предприятий агропромышленного комплекса региона. И удивило. Из Москвы сегодня пришли хорошие новости. Три наших предприятия удостоены золотых медалей престижного форума. Заключены десятки соглашений. Все дни на выставке работала наша съемочная группа. Моя коллега Карина Гигалаева собрала в один материал все важные события «Золотой осени». Давайте еще раз посмотрим, как все было. Аграрные возможности региона председателю правительства страны презентует глава Республики Вячеслав Бетаров. Ассортимент широкий, товары на любой вкус. В этом году на коллективном стенде Республики представлено 800 наименований продукции. Это на 50% больше, чем в прошлом году. Здесь напитки всех видов, овощи, молочные продукты, сыры, мясные деликатесы, хлебобулочные изделия, мед, конфеты. По словам главы премьер, экспозицию оценил высоко. Очень заинтересовала продукция председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Тоже достаточно времени уделил тому, чтобы ознакомиться с тем, что мы производим у себя в Республике. Считаю, что и для производительской хозяйственной продукции это хорошее мероприятие, потому что здесь присутствуют и представители сбытовых организаций. Я думаю, что те контакты, которые здесь будут обеспечиваться в дальнейшем, помогут продавать свою продукцию на российский рынок. На выставке свою продукцию представили 75 ведущих компаний агропромышленного комплекса региона. Около стенда Северной Осетии не протолкнуться, потому что удивлять действительно есть чем. На выставке «Золотая осень» Северная Осетия впервые презентовала рыбную продукцию. Здесь радужная и янтарная форель в живом виде. Их общая масса больше 100 килограммов. Для них подготовили вот такие аквариумы. Вообще Северная Осетия делает большую ставку на рыбоводство. Так, на этот год общий объем производства 2,5 тысячи тонн. К 2024 году в планах у Минсельхоза довести эту цифру до 30 тысяч тонн в год. Выставка «Золотая осень. Шаг к цели» на форуме форель рыбоводческой компании «Ирфиш» стала лучшей в России. Директору предприятия вручили золотую медаль. Кроме того, заключены договоры с производителями Московской области, Ростова и Краснодарского края. Много компаний, которые заинтересованы в доставке для них форели, так же, как и мы, для покупания кормов. Поэтому очень много представителей, очень много желающих. И я думаю, в дальнейшем у нас будет платформная работа по транспортировке, по выращиванию и также по кормлению нашей рыбы. Впервые Осетия представила и спаржу. И вот интересный факт. На сегодня спаржевая плантация в Осетии самая крупная в России. Производители говорят, полезные свойства этого растения переоценить невозможно. С долиной спаржи тоже заключили несколько соглашений. Здесь на выставке мы познакомились с новыми компаниями, представителями ритейла, ресторанов, бизнес-компаний, которые занимаются реализацией овощной продукции на рынках Москвы, Санкт-Петербурга. Кстати, у компании «Деликат» уже есть предварительные договоренности с магазином «Пятерочка» в Осетии и с московской сетью «Фрэш-Маркет-77». Кроме того, за свою продукцию компания получила пять золотых медалей. Продукции компании «Фотагра» тоже остались довольны. По словам производителей, за два дня картофелем заинтересовалось множество предприятий. 12 из них заключили контракты на приобретение семян картофеля. В планах Минсельхоза привлечь еще больше сельхозтоваропроизводителей. С Моздокского района несколько предприятий, например, «Дружба» заключили с тремя компаниями договора, контракты с одной компанией по строительству овощехранилища на 500 тонн, по сушке травы с другой компанией. За три дня северо-осетинский стенд посетили больше 50 тысяч человек. Гости смотрели, дегустировали, интересовались и делились контактами. «Про ваши пироги мы давно слышали. Летом были в Жизноводске. И именно про эти пироги рассказывали нам. Вкусные, очень вкусные и сделаны прям классные». Среди предприятий, которые знакомились, с северо-осетинской экспозицией и компания «Росагролизинг». Ее представители ассортиментом и товаром республики были поражены. «Мы знакомились с вашим стендом. Не только потому, что у нас давняя история взаимоотношений с регионом как таковым. «Росагролизинг» и «Северная Осетия» взаимодействуют много-много лет». Выставка прошла с большим размахом. Площадки для выставок уникальны. Каждая с особым дизайном. Он передает колорит и культуру региона. Например, на стенде Якутии представлены не только продукты, но и меховые изделия. А среди иностранных производителей всего их 77 – представители Сербии, Китая, Японии. Кстати, японская делегация решила удивить своей новой разработкой по уничтожению самых опасных бактерий. Этот продукт – это дезинфицирующие средства для уничтожения бактерий. Дело в том, что мы разработали этот продукт совместно с Японской медицинской ассоциацией и абсолютно безопасно. Сессии, мастер-классы, круглые столы. Одновременно работали несколько площадок. Темы самые разные. Как создать экологически чистый продукт, развивать хозяйство, как правильно работать с современной сельскохозяйственной техникой, разводить редкие породы домашних животных. Сегодня форум завершился. Все договоренности заключены, соглашения подписаны. А значит, впереди кропотливая работа. Карина Гегалаева, Хэтагопоев. Новости Осетии. К другим темам. Минтруд предложил изменить условия выплат пособий по уходу за ребенком. Ведомстве подготовили проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей. Согласно им, претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ним и уделяет этому достаточно времени. То есть, если мать ребенка работает неполный рабочий день, а фактически за ребенком смотрит отец, то претендовать на пособие должен он. Именно так считают в ведомстве. Напомним, сейчас по закону пособие получают все, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. А в Минздраве страны выяснили, какие болезни являются наиболее распространенными в России у детей до года. Оказалось, что самыми частыми стали болезни органов дыхания. Следом идут нарушения, возникающие в перинатальный период. К ним относятся различные родовые травмы, а также врожденные аномалии. Частыми также оказались болезни нервной системы, органов пищеварения и кожи. Уточняется, что всего за 2018 год было зарегистрировано почти 4,5 миллиона случаев различных заболеваний младенцев в течение первого года жизни. И еще о здоровье. Сильнее, чем рак под таким названием в Северной Осетии прошла благотворительная акция. Ее цель – выявить недуг на ранней стадии. Консультации и диагностика проходили абсолютно бесплатно. Организаторы акции «Онколог из Москвы» Мадина Довгополая. Вместе с ней в столицу Северной Осетии приехали квалифицированные мамологи, онкологи, хирурги и врачи УЗИ. Столичные специалисты работали совместно с Владикавказской медицинской клиникой «Ваш доктор». Акция проходила с 10 утра до 6 часов вечера. За это время обследования прошли больше тысячи женщин. Добавим, такая благотворительная акция в республике прошла впервые. Однако, по словам медиков, ее планируют сделать постоянной. Самое главное – это ранняя диагностика. И какой посыл несем мы, наша благотворительная акция, это чтобы больше людей задумались о своем здоровье, научить наших женщин делать самообследование, больше уделять времени своему здоровью, делать ежегодно мамограмму, УЗИ. В первых двух позициях стоит именно эта патология. И с года в год более полутора, почти миллиона женщин состоят на учете именно с диагнозом рак молочной железы. Изменения в молочной железе, которые характерны для опухолевого процесса, конечно, они есть, они иногда бывают малозаметны. Это какое-то уплотнение железной ткани. Может быть, изменение кожи по типу уплотнения. Российская кинологическая федерация предлагает включить в кодекс об административных правонарушениях меры наказания за жестокое обращение с животными. В декабре прошлого года был принят закон об ответственном обращении с животными, но в нем не прописаны меры той самой ответственности. Российская кинологическая федерация предложила, в частности, за натравление животных на других животных, за исключением случаев необходимой обороны, штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, за натравливание животных на людей от 5 до 30 тысяч рублей, помещать под административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наказывать обязательными работами от 60 до 120 часов. За проведение на животных без обезболивания ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать непереносимую боль, предполагается ввести штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей. За такое же деяние должностных лиц ждет штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а юрлиц от 50 до 100 тысяч рублей. Мы продолжаем выпуск и к другим темам. Во Владикавказе продолжается Всероссийский фестиваль «Наука-0+.» Организаторы подготовили насыщенную программу. Это конференции, интерактивные выставки, круглые столы, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, а также семинары и квесты. Всего 170 мероприятий. Соорганизаторы фестиваля науки, Минобор Северная сеть, Владикавказский научный центр РАН, Минкульт Республики и Северо-Астинский госуниверситет. В первый день фестиваля в Сугу развернули выставку «Наука-общество», на которой школьники и студенты представили свои работы. Прошла также конференция «Популярная наука», на которой с докладами выступили эксперты. В первый день мероприятие посетили порядка 500 человек. На других площадках фестиваля также прошел цикл научно-популярных мероприятий. А завтра у всех желающих будет возможность бесплатно посетить все музеи, где проходят выставки на научную тематику. Такую акцию Министерство культуры Республики проводит третий год подряд. А вот в Республиканском физико-математическом лице-интернате в этом году во второй раз набрали детей для углубленного изучения математики. Это ребята из Лазькавказа и районов Республики. В прошлом году набор был на конкурсной основе. В этом году такую возможность получили учащиеся, которые проявили себя в математических кружках. Возможности для учебы и не только в лицее самые современные. Об этом убедилась моя коллега Габриэла Гоглоева. Ей слово. Денис Кайтуков из Лагира. Говорит, математика ему всегда давалась легко. Изучать предмет нравится. В прошлом году принял участие в отборе на обучение в Республиканском физико-математическом лице-интернате. Показал отличные результаты. И его пригласили углубленно изучать предмет. В конце лета позвонили и поинтересовались, буду ли я тут учиться. Я ответил, что буду. После чего мы в начале сентября приехали сюда, подали документы и меня зачислили. Такой набор в лицее уже два года. Дети из Владикавказа и районов республики. Учеба здесь начинается с седьмого класса. В прошлом году учеников набирали на конкурсной основе. Претенденты должны были выполнить специальную контрольную работу. Тогда хороший результат показали девять человек. Однако учебу в восьмом классе продолжили только пятеро. У нас бывает занимательная математика. Там каждый день или через день бывает. Кванториум я также записалась. Хожу туда на робо-квантум. Занимаюсь уже второй год. Первый год уже начал заниматься. Был уже проект. В этом году возможность учиться в лицее появилась и у тех, кто уже проявил себя в различных математических кружках. Кроме математики, ребята занимаются информатикой, физикой и два раза в неделю посещают кванториум. Живут дети тоже в лицее. Для них создали все условия. Организовано пятиразовое питание. Кроме того, в прошлом году по инициативе главы республики Вячеслава Бетарова капитально отремонтировали помещение, в котором ребята проводят внеурочное время. Именно тут ребята готовятся к занятиям. Здесь установили шесть ноутбуков для использования цифровых технологий в обучении. У ребят отдельные комнаты по два и по четыре человека. Отдельно девочки, отдельно мальчики. Всего 12 человек. Такие классы в лицее организуют в рамках проекта развития математического образования в республике. Также во всех районах республики заработали бесплатные математические кружки, начиная с третьего по шестой класс. В этих кружках углубленно занимаются олимпиадной математикой. Ребята решают задачи олимпиадные по математике. Тем самым мы хотим поднять уровень олимпиадного движения и уровень детей, которые идут на олимпиаду и участвуют в олимпиаде. Программа будет работать и в следующем году. Сейчас в республиканском физико-математическом интернате есть еще свободные места для обучения в седьмом классе. В лицее будут рады талантливым ребятам. Габриэла Гоглоева, Сергей Гоглоев. Новости Осетии. Творческий вечер, посвященный Косте Ахитагорову, прошел сегодня в Национальной библиотеке. Автор и ведущая мероприятия – семилетняя Дана Ревазова. Это для девочки пятый подобный вечер. На этот раз она подготовила 12 стихотворений великого поэта, читала стихи на русском и осетинском, кроме того, рассказала много интересных фактов из жизни Коста. И подготовила красочные презентации. Перед началом Дане Ревазовой, Администерство культуры республики вручили грамоту за популяризацию художественного слова. Для меня это такая радость, что я не знаю, когда я читаю каждое произведение или там зрителям вот так что-то показываю, мне так это интересно со мной бывает, что я сама не знаю, я как будто переигрываю или нет. Все произошло так, что мы поехали в Нар посмотреть музей Коста, ранний его дом. Она так вдохновилась атмосферой, смотрела, как все раньше было, все эти картины, портреты его близких людей, рукописи. Вот загорелась, сказала, мама, я так хочу провести творческий вечер имени Коста Львановича Хитагурова. И еще хорошая новость, Алания вновь одержала победу. Владикавказцы выиграли со счетом 4-1 краснодарскую команду «Урожай». В первом тайме счеты открыли хозяева поля, но вскоре нападающий Батрас Хадарцев сравнял счет, а в самом начале второго тайма дважды отличился Гурциев и четвертый гол забил Хабалов. Сейчас Алания по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице. Еще один матч состоялся сегодня во Владикавказе. Команда «Спартак» принимала «Краснодар-3». В этой игре астинские футболисты потерпели поражение. Матч закончился со счетом 2-1 в пользу гостей. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова